Иностранцам с действующими визами США, Японии и стран Евросоюза в Кыргызстане предлагают отменить визовый режим въезда в республику. Такое предложение внес один из депутатов парламента Достамбекешев. Напомним, ранее комитет Югур-Кукинеша по международным делам обороны и безопасности одобрил проект закона о внесении изменения в закон Кыргызской республики о введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней. Инициатором документа является депутат Достамбекешев. Такое предложение он внес еще 14 декабря прошлого года. Несколько лет назад данный режим был предоставлен для граждан 45 стран, но срок его действия истекает в 2020 году. Поэтому я призываю сделать этот закон бессрочным и предлагаю правительству дополнить указанный список 10 странами. С того времени увеличилось количество туристов, открылись гостиницы и хостелы, в горах стало больше юрточных комплексов. Благодаря этому увеличилось число рабочих мест. Я предлагал действие этого закона сделать бессрочным. Но вчера комитет одобрил его в первом чтении и ограничил срок до 2030 года. Однако во время обсуждения законопроекта парламентским комитетом несколько депутатов заявили, что Кыргызстан может пострадать от потока беженцев и экстремистов и в итоге потерять свой суверенитет. Такого же мнения поддерживается и общество. Мы решили узнать экспертное мнение касательно таких нововведений. В принципе, посягательства у нас в СССР получается так, что американский фонсул, немецкий фонсул, литовский фонсул будут решать, кто имеет право бежать к Кыргызстану. Так не должно быть. Далее, большинство граждан третьих стран, имеющих шенгенский визы, это, как правило, страны, относятся к так называемой группе риска, страны группы риска, повышенной, скажем так, криминальной опасности, террористической опасности и так далее. Напомним, также 27 декабря прошлого года депутат Экмат Байбакбаев предложил ввести отдельные визы для иностранцев, которые хотят посетить озеро Иссык-Куль. Как пример, он привел египетский шарм-эль-Шейх. Визу туда иностранцы могут оформить бесплатно и в упрощенном порядке. Однако предложение депутатов не поддержал и политолог Марс Сариев. Ну вот сейчас инициативу о том, что еще добавить 10 стран, инициативу депутатов я бы не поддержал, хотя они аргументируют тем, что они получат визу шенгенскую, европейских стран, японскую и так далее, я бы не поддержал, потому что это надо смотреть в контексте геополитической ситуации. Вы видите, что творится сейчас в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая в отношении национальных меньшинств. Понятно, Китай защищает свои интересы, борется против терроризма, и в принципе о геноциде говорить не приходится, но это используется геополитическими противниками Китая для того, чтобы нагнетать антикитайские настроения. Значит, обостряется ситуация в Центральной Азии, и пользуясь шенгенскими визами, вы знаете, может произойти, мы должны самые худшие варианты смотреть, ливанизация Кыргызстана. Политолог также отметил, что в Кыргызстане отсутствует соответствующий контроль за пребыванием иностранных граждан на территории страны. У органов пограничной службы нет специального оборудования для тщательной проверки виз иностранных государств. Отметим, на данный момент в Кыргызстане действует безвизовый режим для граждан 45 стран. Среди них Россия, Украина, Турция и Казахстан. Граждане еще 67 стран могут получить визу в Кыргызстан в упрощенном порядке. Айзадор Умбаева, Азат Мурадбеков, Пирамида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова